Приветствую всех, на экране War Thunder Mobile и с вами как всегда Левисарио. Сегодня у нас на обзоре долгожданный первый китайский танковый взвод ZTZ-88A. Мы с вами постараемся отбить большую порцию риса и разобрать все его преимущества. Ну и конечно же не обойдем стороной некоторые нюансы, на которые также стоит будет обратить внимание, если вы захотите использовать данный сетап в качестве майна. В общем давайте приступим и как всегда, приятного просмотра. Ну а начнем мы по порядку ZTZ-88A. Сразу подчеркиваем, что данная модель это чистая копирка советского Т-54 шестого тира. Здесь конечно же есть некоторые визуальные отличия, но по сути это тот же продукт, но только в новой упаковке. И поэтому если вы до 14 уровня выбирали советов, то данный китаец вам будет интуитивно понятен. Насчет бронестойкости он очевидно проигрывает тому же советскому Т-55А на восьмом тире, но опять-таки при наличии ломов у всех представителей данного ранга, справедливо будет сказать, что показатели брони тут нивелируются. Самой уязвимой частью данного танка является передняя правая часть лобовой проекции, где находятся топливные баки с расположенной за ними боевую кладкой. Поэтому старайтесь выезжать на противников ромбом с левого борта. Или еще лучше используйте преимущество рельефа на той же локации Вьетнама, где из-за небольших холмов есть возможность атаковать высунув лишь одну башню. Верхняя лобовая деталь корпуса почти в 70 градусов, конечно же сможет рикошетить некоторые типы снарядов, но однако пробитие в НЛД скорее всего отправит вас в ангар. Ну а двигатель с трансмиссионным отделением располагается сзади и с легкостью будет пробиваться у уязвимого борта с покрытием 60-мм брони. Не отходя от кассы, ZTZ-59D1 обладает аналогичной анатомией в плане расположения модулей и экипажа. Единственным отличием от ZTZ-88A, пожалуй, является более низкий профиль танка и наличие динамической брони на башне и верхней лобовой детали в точке G. Борта и траки моторно-трансмиссионного отделения также имеют защитные экраны. Но правда здесь есть небольшой нюанс, заключающийся в том, что данная динамическая защита способна отразить лишь кумулятивные и кинетические снаряды, на восьмом тире, которые редко кем используются. Но если вы будете попадаться против того же седьмого тира, то данные модули вам конечно же помогут. В остальном, как я сказал, два данных танка схожи визуально, из-за чего по логике вещей и находятся в одном возводе. Насчёт ходовых и бронебойным характеристикам, они также почти аналогичны. Единственное, что тут может напрягать, то это скорость вращения башни у ZTZ-59D, составляющая всего 10 градусов в секунду. И поэтому на ближних дистанциях данный танк лучше всё-таки не использовать. Думаю, в очередном обзоре на восьмой тир не стоит особо объяснять, почему ОБПС, а не жилома, конкретно на данном этапе является лучшим вейперпасом, который стоит использовать. Можете конечно попробовать и кумулятивы, но опять-таки уже имеются взводы с динамической защитой, поэтому тут выбор более чем очевидный. И наконец, паттеровоз КМ-25. Небольшой квадратный гробик с беделогой наводчиком, который будет регулярно откисать от любого попадания. Наверное, как и любой ПТУР в своём тире, за исключением ИТ-1, здесь напрочь отсутствует защита, и поэтому рекомендации по данному типу техники остаются прежними. Не лезем в мясорубку, атакуем с дистанцией и отходим, меняя позиции. Скорость в 64 км в час вам этому поспособствует, а ПТУР ТОВ-1 с пробитием в 630 мм осилит любую вражескую технику. Второй снаряд ТОВ-2Б предназначен для поражения цели сверху, а именно при пролёте над целью ракета взрывается, её кумулятивная боевая часть пробивает наименее защищённые участки брони врага. В общем, можно поиграться и потестить много новых тактик и механик. Я не понимаю, с чем это связано, но наводчик не в состоянии делать полный оборот по горизонтали, и поэтому для наведения на вражескую технику, вам иногда придётся будет доворачивать корпус. Ну а теперь давайте заценим геймплей, после чего вернёмся и сделаем выводы. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...